Всем привет! Вас приветствую Серж Мартин Гараж! А мы продолжаем и сегодня мы поговорим на тему об установке компрессора на ВАЗ. А для начала хочу напомнить вам, что каждый из вас может прямо сейчас написать в комментариях свою тему или вопрос, по которому вы хотели бы, чтобы я снял отдельное видео, и уже завтра получить об этом развернутый детальный видео ответ. И данную тему, данное видео, что сейчас я снимаю как раз по вопросу подписчиков. Многие спрашивали, стоит ли или не стоит, как это все установить, и расскажу вам все нюансы сейчас. А для начала еще хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки, особенно тем, кто ставит лайк авансов. Ваши лайки очень важны для развития канала, и чем больше будет лайков, тем будет больше интересных познавательных видео для вас. Поэтому не ленитесь и прямо сейчас ставьте лайк внизу под видео, чтобы потом не забыть в конце видео, и нажимаем лайк, лайк, лайк. Итак, мы начинаем видео на нашу тему компрессор на ВАЗ. Давайте для начала разберем, что такое компрессор. Для того, чтобы понимать, есть два основных направления наддува. Это есть турбонаддув и есть компрессор. И есть еще, как бы правильно говорится, суперчатжер. Суперчатжер это тоже компрессор. И сейчас мы рассмотрим. Турбонаддув у нас, как у большинства турбированных машин, классическая турбина, в которой выхлопные газы раскручивают горячую крыльчатку. И, соответственно, она валом приводит в действие холодную часть турбины и происходит нагнетание. То есть, приводится нагнетающая турбина в действие раскруткой выхлопными газами. Кардинальное отличие компрессора это то, что он приводится в движение от, грубо говоря, коленвала. То есть, с помощью шкива. То есть, передается крутящий момент на компрессор, который приводится в действие и уже дальше происходит нагнетание. Чем отличается компрессор от суперчатжера? Компрессор зачастую представляет себе, так сказать, два вала с крыльчатками, которые вот так крутятся и которые через себя прогоняют воздух. Такие компрессоры часто используют американцы. Их используют на разных там старых иномарках, то есть и на новых тоже. Более такая распространенная тема. Есть еще тема суперчатжера. Сейчас тоже она очень популярна. Это, грубо говоря, холодная часть турбины улитки. Но только приводится в вал, в движение ее не выхлопными газами, а опять же от ремня. И сегодня мы поговорим об установке компрессора на вас. Стоит ли ставить? Очень часто мне, ну очень часто, вот сколько я занимаюсь автомобилями, все спрашивают, ой, можно компрессор поставить, ой, можно компрессор на вас поставить, можно компрессор на вас. И все там от старого Мерса, там 2,3 литра, еще от чего-то. То есть вот это именно не суперчатжер, а классический компрессор. Я вам скажу так, нет, не стоит, и сейчас объясню почему. Дело в том, что компрессор, для того, чтобы его привести в действие, соответственно, двигателю нужно потерять большое количество КПД, то есть коэффициента полезного действия. Затратить, грубо говоря, на это мощность, для того, чтобы раскрутить. И компрессор вот такой, классический, его очень сложно раскрутить, потому что у него много движущихся таких, так сказать, деталей, массивных относительно. И когда вы это будете раскручивать, ваш двигатель будет терять. И дело в том, что есть смысл их ставить только на большообъемные двигатели. Вазовский двигатель, он малообъемный, и, соответственно, его, чтобы раскрутить, то есть и так непросто, а еще будет тратить КПД. И получается, грубо говоря, то, что вы там потом надуете на оборотах, ну, пока он хорошо, да, плюс компрессора, то, что он сколько коленвал крутит, сколько компрессора нагнетает. Потому что обычный турбонаддув, есть там турбояма, пока турбина раздулась, потом, там есть, конечно, свои плюсы и минусы. Если интересно вам, я сниму отдельное видео о плюсах и минусах, и разницах в компрессорах и турбонаддувах. Так вот, очень много тратит энергии, и нет в этом смысла, то есть, поэтому даже не заморачивайтесь там, прикручивать какие-то там компрессоры от Мерседеса. Это громоздкая конструкция, во-первых, это все надо еще сделать, чтобы оно надежно работало, чтобы приводной ремень не слетал, чтобы правильное передаточное число подобрать. Потому что на компрессоре давление надува как раз и регулируется размером шкивов. Можете перестараться, там, буквально с передаточными числами, где-то чуть-чуть размер шестереночки проморгали, то есть, или вала, то есть, ну, не вала, то есть... И получается, у вас получится или маленькое давление надува, или наоборот, избыточное давление, из-за которого придет торба вашему двигателю. Поэтому это все надо считать. И опять же, вы много потеряете энергии на раскрутке этого компрессора, пока он что-то там попробует надуть, и он постоянно будет забирать. Грубо говоря, по факту вы получите одно на одно только кучу проблем лишних. Поэтому вазовские двигателя лучше строить или злые атмосферники, или нормальные турбонаддувы. Можно еще как вариант именно суперчарджера, то есть, взять холодную часть турбины и сделать... Если готовые продаются комплекты, ну, в принципе, можно и с обычной турбины замутить такую тему. Там главное обеспечить правильную смазку подшипника. И все, вместо того, чтобы выхлопные газы турбина раскручивала, вы сделаете шкив и от коленвала, то есть, турбину, соответственно, легко крутить. Двигатель не так будет терять... У меня были мысли такой проект сделать. Мы делали турбовую классику на карбюраторе, хотели на ней еще сделать. Ну, посмотрим, может, и сделаем. Как раз именно вот такой суперчарджер, где турбина будет приводиться в движение именно от шкива коленвала. Удобнее с наддувом, то есть, сколько коленвала, столько движения. Не надо подводить там, иметь проблемы с маслами подачи, охлаждением, перегревами турбины. То есть, решается очень много проблем. Это если карбюраторный двигатель, это намного проще. Если у вас инжекторный двигатель, строите классический турбонадул. Но, я скажу так, в любом случае, классический турбонадул, это очень дорого выходит по-нормальному. Это так бегло, вы только смотрите, вроде недорого. А потом, как начнете это все кучу собирать, выходит очень дорого. А потом еще это все начинает рягать. Потом коробки привода тоже рягают, потому что не знают, как правильно строить. О темах постройки турбодвигателей будут отдельные, у нас целый ряд видео. Если вам эта тема интересна, напишите в комментариях, и я сниму об этом целый ряд видео. Потому что у меня самого турбовая машина есть. То есть, соответственно, я могу много чего вам об этом рассказать. Но, если у вас вас, и вы хотите построить стритовую машину с более бодрым двигателем, и при этом на ней ездить каждый день, не заморачивайтесь ни с какими турбинами и компрессорами. Строите классический атмосферный, то есть, имею в виду двигатель, то есть, голова, питание, там, карбюратор или инжектор, там, пауки туда-сюда. Вот это все строится. На канале есть очень много видео об этих всех доработках. То есть, не заморачивайтесь. Турбонаду, во-первых, что дорого, во-вторых, ненадежно будет там все постоянно рыхать. И сама турбина будет рыхать, и поршня, и все вокруг того двигателя, и будет куча проблем, поверьте мне. Оно того не стоит, если машина повседневная. Если какой-то корч, то можно еще заморочиться. Но учитывайте, что это будет очень дорого. А я напоминаю, что я занимаюсь доработкой головок блока и карбюраторов. Каждый из вас может прислать на доработку свою головку блока или карбюратор. Работаю по наложке новой почты. То есть, вы присылаете, я дорабатываю, отправляю вам назад по наложке новой почты. Оплата за работу, когда забираете назад готовые детали. На канале есть очень много видео доработки головок и карбюраторов. На главной странице моего канала есть отдельные плейлисты и по доработке головок, и по доработке карбюраторов. Там куча видео от начала до конца, все рассказано и показано. Кто хочет заказать доработку, под каждым видео в описании есть мой номер телефона. Я всегда на связи, звоните напрямую, заказывайте. У кого есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях под видео. Все комментарии читаю, по возможности стараюсь на них отвечать. А у кого, напоминаю, есть тема или вопрос, на который вы хотели, чтобы я снял отдельное видео, вот как данное я снимал, то есть по вопросу в комментариях. Прямо сейчас пишите в комментариях свою тему или вопрос, и уже завтра получите на него детальный видео-ответ со всеми пояснениями. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, потому что YouTube поменял свои алгоритмы. Теперь для того, чтобы получать уведомления о новых видео, нужно быть не только подписанным на канал, но еще нажать на колокольчик. Это можно сделать прямо сейчас, внизу под видео, возле ярлычка подписка. А если ты не подписан, прямо сейчас подпишись и рядом нажимайте на колокольчик или на главной странице моего канала, тоже возле ярлыка подписка есть колокольчик. Нажимайте на него, и тогда вам будут приходить уведомления о новых видео. Потому что я за день снимаю очень много интересных познавательных видео, и можно пропустить много полезной информации о вашем автомобиле. Делитесь данным видео со своими друзьями, делитесь в соцсетях данным видео, тогда канал будет развиваться быстрее, и тогда будет больше интересных познавательных видео для вас. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.